Подписывайтесь на наш канал. У нас сейчас трудная задача. В течение нескольких минут постараться объяснить нашим зрителям суть вопроса, чтобы они очень быстро поняли. На первый взгляд, задача неуполнимая, но дело в том, что в истории столько свидетельств, столько документов, причем высказываний таких выдающихся людей, таких выдающихся ученых, что я думаю, что мы с этой задачей справимся. И в течение нескольких минут станет ясно, кто же все-таки занимается искажением исторических памятников и уничтожением. Значит, начнем с выдающегося сына грузинского народа, общественного деятеля Ильича Чивадзе. Я хочу засчитать его цитату. В 1902 году он в своей книге «Армянские ученые и вопиющие камни», обратите внимание на название, что «Камни вопиют», то есть он рассказывал как раз-таки алгоритм действий армянской стороны. «Мы имеем немало примеров, что армяне силили стирать и уничтожать следы грузинского происхождения на грузинских храмах и монастырях, соскабливать или стирать с камней грузинские надписи, вынимать самые камни из построек и вставлять взамен их другие с армянскими надписями, о чем даже писалось в русских и грузинских газетах». И он потом рассказывает, как потом они заново находят эти камни и предъявляют, как образцы армянской, насколько он был прав и насколько он смотрел далеко вперед. Я думаю, что не случайно он почитается в Грузии, потому что буквально недавно, несколько лет назад, действительно армянское правительство, официально армянская церковь обратилась к грузинскому правительству с просьбой передать 442 грузинские церкви, которые они считают армянскими. Это все в прессе есть, это все обсуждалось. Здесь хотелось бы мне зачитать это письмо, направленное на премьер-министр Грузии от имени армянской церкви. «Уважаемые Иракли, с V века на богословенной земле Грузии функционирует армянская апостольская церковь». Я хочу здесь остановиться и сделать ремарку, что это же первое предложение является полнейшим фейком, причем на основании документов, которые лежат прямо в Ереване, Матандаране. И ученый, именитый ученый Папайзян издал целых трехтомник, где он перечисляет множество документов, и там один из документов так и пишет, что в XV веке документ о том, как армянская церковь из Килики перебиралась вблизи Эреване, село Ючкилься, которое потом назвали Эчмиаддин. К слову, сегодня они его называют опять Горшопатом в честь той самой местности возле реки Ефрат, откуда она, собственно говоря, перешла. То есть название, как всегда, тоже потянули за собой, называется Горшопатом. И поэтому именно после этого армянская церковь пришла на Кавказ. Именно после этого на Кавказе стали появляться армянские церкви. А вот о первом предложении они пишут, что с V века на москловенной земле Грузии функционирует армянская апостольская церковь. Это первое же предложение является фейком. И дальше, собственно говоря, я хочу зачитать то, о чем предупреждал Чавтевадзе, именно эту часть. Я хочу сказать, что прошу вас, исходя из принципов Конституции правого государства гражданского права, вернуть отнятые церкви, монастыри, их развалили, а также земельные участки. Обратите внимание, земельные участки – это десятки квадратных километров, на которых они находятся или находили собственные грузинские епархии армянской апостольской православной церкви. В качестве предложения представляем отнятые у армянской епархии список 442 церквей. То есть то, о чем предупреждал Чавтевадзе, он говорил, что когда-то сначала они эти камни подтирают, заменяют, добавляют армянские надписи, чтобы потом предъявить к нам претензии, что это армянские. Вот они предъявили 442. Сейчас, если вы начнете проводить какие-то расследования, они действительно откопают те самые надписи, о которых предупреждал Чавтевадзе, и скажут, вот видите, причем они знают, в каком углу, в какой части церкви, где эта надпись скрыта. И будут предъявлять эти самые армянские надписи. Вот, собственно говоря, что и требовалось доказать. И обратите внимание, что они просят из земельных... То есть 442 церкви, земельные участки, на которых они находились или находятся, составляют от десятки квадратных километров. Так что это письмо одновременно является территориальной претензией тоже. И, конечно же, они будут вот таким же образом, как находить эти камни, о которых писал Чавтевадзе, да, и предъявлять, как это памятник. Вот, фактически, то, что мы имеем, то, что имеет место не только в Азербайджане, но просто на Кавказе, то, что сейчас мы называем албанскими церквями, а армяне армянскими, да, то есть это же имеет место и в случае с Грузией. То есть они не только албанские церкви называют армянские, но и грузинские. Итак, это говорил выдающийся сын грузинского народа, писатель, общественный деятель Илья Чавтевадзе. То есть он рассказывал, как сто лет тому назад армяне стирали грузинские надписи с камней, чтобы потом предъявлять им армянские варианты. Удивительно, что сто лет спустя они, методы этих нацистов, фальсификаторов, никак не изменились. Для этого достаточно послушать уже армянского общественного деятеля и писателя, у них Кардашьяна. Если пройтись по городу Шуша, посмотришь на здание, когда армяне пришли с оружием, захватили этот город, с ними пришли каменщики, что было написано по-арабски на всех зданиях, на источниках воды, все резцами соскоблили, там больше нигде нет арабских надписей, нигде все. И вот эта речь идет именно об этом. Кстати, другой очень известный человек, русский ученый Шавров, который непосредственно принимал участие в мерах по колонизации в XIX веке, уже в начале XX века писал абсолютно то же самое. Читаю. «Широко использовав лжесвидетельства, армяне из безземельных пришельцев захватили огромные пространства казенных земель». То есть фактически то же самое, что писал сейчас. То есть лжесвидетельства. Вот эти вот самые камни, они и есть лжесвидетельства. И обратите внимание, что я привожу цитаты, я специально буду приводить цитаты выдающихся людей, известных людей, далеко не рядовых, но при этом среди них не будет ни одного армянина, ни одного заработянца. То есть я принципиально привожу цитаты этих выдающихся людей и уверен, что создаться абсолютно четкая, ясная картина сути этого вопроса. Ну это Чевчевадзе писал про конец XIX века, да? Ну вот посмотрите, как это перекликается нашим сегодняшним днем. Как вы знаете, при освобождении Карабаха на территории Хребажарского района была найдена лаборатория, в которых, значит, каменные кресты, хачкары удревняли такой смесью яблочного усоса и других химикатов. Зарывали в землю и, значит, потом, через определенное время, наверное, скапывали и показывали, что это древний хачкар найден в каком-то районе. Что я хочу сказать, что это 21 век, это не органическая химия. Ну вот в XIX веке в химии тоже армянские фальсификаторы, оказалось, разбирались тоже хорошо. В данном случае уже органической химии. Вот я приведу цитату. Митрополит Вифлеемский в расширении своим с известным ученым, доктором эллинской словесности, архимандритом Порфирием Успенским, о проделках армян так характеризует последний. «Не верьте, отец архимандрит, не верьте документам армян, они мошенники, выдумывают поддельные документы, кладут под навоз или в сырые места, чтобы они постарели, пожелтели и поизмялись». Ну, навоз — это среда тоже агрессивная, так что здесь органическая химия, там неограническая химия. Ну, хочу сказать, это разные века, разные люди, но говорят одно и то же, они друг друга не знающие. Но это еще не все. Продолжим цитаты. Я хочу привести цитату выдающегося ученого, Петровского, отца нынешнего директора Эрмитажа, который также был директором Эрмитажа. Это ученый с мировым именем. И вот посмотрите, что он пишет. Опять и про камни тоже. Статья Макратычана, напечатанная на английском языке The Mystery of Mitzamor, чехословацком журнале New Orient, 67-го года, номер 3, страница 76. Кроме прорисовок хаяских монет 19-го века до н.э., поменьшены также их фотографии. Когда эти монеты были переданы на определение в отдел нумизматики Исторического музея Армении, то было получено следующее заключение. Монеты, изображенные в журнале New Orient, совершенно неправильно представлены как денежные динамы 19-го века до н.э. На самом деле, это монеты со стертыми надписями 12-13 века нашей эры, выпущенные от обеков Азербайджана из династии и дельгизитов 12-13 веков. Таковы имели массовое распространение в средневековой Армении и определенных областях за Кавказью. То есть, обратите внимание, монеты азербайджанских дельгизитов выдаются за древние армянские 19-го века до н.э. То есть, обман на сколько получается? 1900 лет и 1200 лет. Более чем 3000 лет скачок такой, нормальный. Более 3000 лет. Не лучше обстоит дело и с хаяцкими надписями 7-го века до н.э. на камнях и скалах Мецамора. Так, в цитированной выше статье «Известия Академии наук Армении и науки о земле», 7-й том, 6-й страницы 80-й, «Приведен Мецаморский иероглиф, снабженный переводом текста». То есть, армянский ученый приводит какой-то иероглиф и его начинает переводить. «Далее дом огня, богатое помещение, дважды благословен окоп, которому принадлежит родниковая земля навечно». Это пишет армянский ученый. А теперь действительно что? Петруский поясняет. В действительности, по заключению арабистов Института Академии наук Армянской СССР, камень представляет собой надгробие с арабской надписью, не точно скопированной. Али Касимхан. Конечно, эта надпись читается не слева направо, как полагал Айвазян, а наоборот, справа налево. То есть, представляете, где-то стирают надписи, где-то держат их в агрессивной среде, где-то дают состариться, а где-то просто в лоб надпись читают не справа налево, как арабская вязь читается, а слева направо. Еще одна цитата, и обратите внимание, совершенно другого человека, совершенно другое время, тоже 19 век, правда. Посмотрите, как перекликается с предыдущими цитатами. Епископ Киприан в своей книге «Культурная роль и верии в истории Руси», страница 370 и выше, говорит, «они могут еще подделать рукопись и выдержать ее в сыром подвале, а потом ее найдет знаток древних рукописей. Она появится в печати с обширным предисловием и послесловием. Армянские книжники усовершенствовались в подобных проделках». Это фактически то же самое говорил Илья Чевчевадзе. Потом сначала закапывают камень, а потом находятся ученые, которые находят и поднимают шум найденной сенсационной находки. Мы сейчас поговорили о 19 веке, о начале 20 века. Давайте поговорим о начале нашего конфликта, конфликта между армяном и Азербайджаном и Закарабахом. И самое главное, я поговорим об аспекте стирания памяти надписей. Они обвиняют Азербайджан. Мы вам привели примеры, Чевчевадзе и других, как они стирали надписи, уничтожали надписи, заменяли камни с надписями. Ну, собственно говоря, уже эпопея Карабаха, конца 20 века, она началась как раз с стирания одной из главных надписей на территории Карабаха, надписи на памятнике Марага-150. Напомню, что памятник был установлен через 150-летие переселения первых армян из региона Марага, который находился на территории нынешнего Ирана. И поэтому он был красивый памятник, на котором была надпись по-армянски Марага-150. Это было, еще раз подчеркиваю, в 1978 году, то есть за 10 лет до начала армяно-азербайджанского конфликта. Через 10 лет, как только они провозгласили желание присоединиться к Армении, а сначала был вопрос именно так, присоединиться к Карабаху к Армении, эта надпись сразу была стерт, исчезла. Памятник сохранился, но его как бы заставили замолчать. Убрали главную надпись, то есть он простоял всего 10 лет. Уже после этого памятника Марага-150 армянские фальсификаторы взялись основательно за все памятники на территории Карабаха. И об этом очень подробно рассказал исследователь Файк Исмайлов. Ценность его наблюдений и доказательной базы еще заключается в том, что он их видел до оккупации сам лично. Он большой любитель памятников старины, исторических памятников. Он их видел еще в советское время и он их видел после оккупации. И, кстати говоря, многие факты, доказывающие факты фальсификации, можно обнаружить даже на основании самих же армян, которые еще умудрялись фотографировать, как это они фальсифицировали. Вы посмотрите внимательно. Предположим, что стоит древнее здание, там, 18 века. Ну, решили из него сделать церковь. Сделали колокольню, почистили под него площадку. Перед церквями же бывают захоронения. Притащили откуда неизвестных всяких плит, плиты могильные. И создали вот такие, возможно, внутри привели соответствующие работы. И стала древняя армянская церковь. Это все, причем они фотографировали, и это все у нас есть в виде фотодокументов. Поэтому предлагаю вашему вниманию целую подборку доказательств, которую сделал Файк Исмаилов. И перейдем теперь в 19 век в наши дни, в 21 век. Как только наша домлесная армия освободила Карабах, сразу же было интересно пойти посмотреть на так называемый Тигранакерд. Дело в том, что после оккупации Агдама армянские, в кавычках, ученые, археологи нашли следы древнего Тигранакерда. Что любопытно, даже серьезный ученый, я видел, например, доктора наук армянского, который сомневался, что, и спрашивал, а кто он сказал, что Тигранакерд, с чего это взяли. И, конечно, нам было очень интересно, и вот наш историк Резван Гусейнов сразу же поехал на место, снял это все, и вот вы внимательно, пожалуйста, посмотрите. Дело в том, что это были азербайджанские средневековые бани, которые, просто они опять-таки были нанесены, кресты, и даже хачкары, все было переделано. Ну, в общем, поработали, они хорошо поработали. Я думаю, что этому стоит уделить место в нашем фильме. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, надо признать, что ситуация, в общем, выглядит таким образом, что количество знающих людей, в основном ученых, общественных деятелей, в разы на порядке не меньше, чем количество обманутых людей, читающих в интернете все вот эти вот фейковые армянские публикации, фейковые армянские заявления. Вот ситуация такова. То есть, с одной стороны, миллионы людей, которые верят, уже обмануты армянской стороной, и единицы ученых, которые прекрасно понимают, что даже самой Армении ученые прекрасно понимают, что это фейки, что ничего подобного не было. Все эти деяния, о которых мы рассказали в нашем фильме, являются преступлением, причем принятым международной общественностью, и противоречат второму протоколу Гахской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, принятых 26 марта 1999 года. В статье 9 этого самого протокола четко написано, что сторона, оккупирующая всю или часть территории другой стороны, запрещает и предупреждает в отношении оккупированной территории а. Любой незаконный вывоз, иное изъятие и передачу права собственности на культурную ценность, б. Любые археологические раскопки, если только это не требуется, исключительно для охраны, учета или сохранения культурных ценностей, ц. Любые модификации или изменения вида использованных культурных ценностей, которые имеют цель ускрыть или уничтожить свидетельство культурно-исторического или научного характера. Второе. Любые археологические раскопки культурных ценностей на оккупированной территории, их модификации или изменения вида использования осуществляется, если только это позволяет обстоятельствам тесно сотрудничать с компетентными национальными органами оккупированной территории. Как видите, в нашем фильме мы имеем полный набор или полный букет всех перечисленных преступлений. Мы видим и незаконный вывоз, и иное изъятие. Мы видим археологические раскопки, так называемого, как минимум, Тиграна Керта. Мы видим переначивание памятников, фальсификацию памятников, применение химических реактивов, состаривание памятников. В общем, все. Все противоречит Гаггскому протоколу статью 9, которую я процитировал. Кстати, вот эти цитаты, которые я привел, они есть в моей книге, которая так и называется «Разрушители фальсификации». И эти «Разрушители», как и в нашем фильме, они, их несколько сот ученых в моей книге, среди них нет ни одного армянина и ни одного зарубежьянца. Ой, извините, там есть целая глава ученых мира армянского происхождения, который выступает против официальной историографии Еревана. То есть даже они, они ученые, нормальные, настоящие ученые. Поэтому я уверен, что всему этому скоро придет конец. И будет смешно, оглядываясь на сегодняшние дни, смешно смотреть все эти лучевые факты, все эти фальсификации, все эти обработанные уксусной кислотой или навозом древние артефакты или с сыростью в подвале. Мы будем над этим смеяться, потому что фактически сейчас мы после освобождения территории, после обнужения этих лабораторий, фактически нашли вещественные доказательства или подтверждения тех фактов, которые писали еще в XIX веке. В XIX веке я не знаю, на какие факты они опирались, но эти факты полностью ложатся на сегодняшний день и полностью соответствуют тому, что мы видим сегодня. Подписывайтесь на наш канал!